Интересная дата, 2011 год. 20 лет моему автомобилю, 10 лет программе Автостоп. Здесь уже это за последние 10 лет, естественно, на Ютьюбе, Челейки набивайте, там все понятно. Сейчас их 815, сейчас договорились с Автоградом, будет и тысяча с лишним, то есть, ну, позавидовать есть чему. И 20 лет моему автомобилю, Форду Торусу, который я приобрел в кризисный 98-й год. Этот автомобиль меня выручил и в кризис, и в посткризис, да и в этот кризис, если его так можно назвать. Но 13 лет назад я приобрел другой автомобиль, тоже его восстановил. В Линкольн Таункар возник вопрос, как его и во что обуть. Я приехал в два колеса, и вот с этого момента мы сотрудничали. Что я делал за три года до того, как? Ну, я делал рекламные ролики этой фирмы. А потом уже первые сюжеты про автомобильную резину, для тогда еще не раскрученного проекта, тоже про два колеса. Сегодня и сейчас это честная фирма, которая предлагает вам качественную и доступную резину. И вот с этим тезисом мы и войдем в сезон 2011-2012. Так что вы должны понимать, что два колеса это настоящий авторезинный друг программы Автостоп. А друзья не меняют. Приятели, занимающиеся колесами, есть, но приятеля друга отличается временностью. А стабильность это только два колеса. Кстати, эта фирма входит в тройку лидеров по продажам резины. А учитывая то, что здесь не довольствуется маржой с продажей офигенно дорогой и редкой резины, то два колеса по объемам продаж народной резины на второй позиции. А по степени любви клиентов на первой. Ну, тут все должно быть ясно. Доступные и правильные цены. То есть, если вам кто-то за комплект импортной резины говорит, что она может стоить дешевле 11200 рублей, комплект шинодиска на 13, естественно, самый дешевый вариант, то вам надо понимать, что не совсем это верно. Дело в том, что, конечно, надпись может быть выполнена на английском языке, но резина сделана в России. Поэтому надо понимать, что за ложную информацию переплачивать не стоит. Два колеса есть, конечно же, отечественная автомобильная резина, которая сделана в России. Да, все по-честному. Вот Амутел, допустим, да? Я вам скажу, что отечественная резина сделана не хуже, чем импортная. Потому что до лету канули времена снежинки той самой, такой дубовой. Хотя, если хорошо шиповать, это еще та резина для дрифта. И, естественно, эта резина по честной цене 11200 за комплект. Рядышком сижу уже с липосистемой. Ну, той самой, которую все так любят за отличные характеристики по асфальту, естественно. На льду, извините, липучка проигрывает шипам. И это все правда. Как правда и то, что прежде чем вы выберете резину, здесь вы получите полную информацию. Как правда и то, что в процессе закупок руководство тщательно анализирует потребности магнитогорцев и предлагает правильные варианты. Можно привезти очень много, и вы запутаетесь. Здесь есть все для вашего автомобиля. Ну, и самое лучшее в том числе. При этом вам нужно понимать, где вы машину будете эксплуатировать. Ну, где? Будете ездить в Кирлян, допустим, да? Или выезжать только на городские просторы, если их можно назвать. Потому что город это все-таки 9 километров с севера на юг и максимум 2 с запада на восток. Ну, если брать правобережную часть. Естественно, для города смыслы... Хотя почему нет? Все-таки мы иногда выезжаем и на левый берег, и там проезжаем по льду. То можно поставить и шипованную резину. Если вы ездите чаще всего в Челябинск, то есть по хорошему качественному покрытию, то смысла шипы кончать вам нет. Дело в том, что шипы можно эксплуатировать только на скорости от 90 до 110. Но это максимальная скорость. Потом шипы просто вылетают с любой резины. Потому что даже финляндская Nokia, она рассчитана на финские широкие просторы по тундре. Да, и кстати, если в Финляндии кто-то едет свыше 90 километров в час, то добросовестные пассажиры обгоняемого транспорта просто звонят в полицию. И вас, господа россияне, на транзитных номерах, или на российских номерах, или на американских номерах просто принимают. Поэтому для преимущественно асфальтового покрытия берем липосистему. Для более тяжелых условий эксплуатации это снег, либо лед. Это, конечно же, шипованная резина. При этом цена все понятна. Вот они самые любимые мои колеса 205 на 70 на 15. И Бридстон Айс Крузер 7000 это 300 за колесо, а липучка 4700. Но в любом случае, при эксплуатации машины на гололёде, вас спасет только собственная голова. И чувство, ну, скажем так, безопасности и ответственности за себя и за пассажиров. Поэтому в зиму только зимняя резина. И это без вариантов. Мне все же хочется вас видеть счастливыми, а не раздосадованными, разбитыми автомобилями. И два колеса как вариант. Хотя, если честно, то 90% искателей финальную закупку делают здесь, на Московской 5. Я не стал вам показывать конкретные марки. Зачем это делать? Здесь очень отдаленный персонал. Особенно руководство. Он вам все правильно и грамотно расскажет. Приезжайте сюда, на Московскую 5. Но отдельно предупредим вас, что сейчас на улице уже минусовые температуры. И можно спокойно ставить зимнюю резину, чтобы не было того самого бешеного жара, даже первого снега. Но даже если вы увидите, что мы чуть-чуть опоздали, и где-то пролетели, как фанера над Парижем, приезжайте сюда. Здесь работать будут в 4 руки. В смысле, 4 человека в 8 рук. То есть загрузят все станки и будут с вами решать проблему запоздалого перебывания. Так что лучше, как говорится, без фанатизма. Потому что просто пора это сделать вовремя. Да и место-то правильное. И шиномонтаж, и автомобильная резина в наличии. И в конце этого сюжета мне попросили развеять иллюзии про то, что здесь продается бэушная резина. Так вот, с 2000 года, с того момента, когда все страны перешли на евро, и растаможка стала такая кошмарненькая, везти бэушную резину экономически невыгодно. Дешевле привезти новую. При этом надо понимать, что если вы привезете бэушную резину, она станет дороже, чем новая. А тот, кто в городе возит бэу, ну, из Японии, допустим, это везут комплект, диск, резина. Как запчасть. Здесь этим не занимаются. Здесь, еще раз напоминаем, доступны правильные цены. И выбор, разумный выбор автомобильной резины и дисков.